МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И переходить по зебре. А что такое зебра? Это пешеходный переход, где переходят пешеходы. Юные шушенцы повторили правила безопасности дорожного движения на выставке «Я и моя улица». Любить и без слов поклоняться маме. За то, что в детстве пела песня мне. Дина и рассказала сказки. Про рыцаря на Баранокане. За руки щедрые на лаз. В Каннской воспитательной колонии прошли седьмые макаренковские чтения. Форум с ярким названием «Мой вклад в Гринград» проходит впервые. Его участники, с одной стороны, дети, авторы социальных проектов, с другой, взрослые, готовые помочь школьникам в реализации их идей. Сегодня представлено 15 проектов. Возраст авторов от 9 лет до 18. Одни из самых младших – ученики 161-й школы. Они намерены увековечить память о прошлом Зеленогорска, о предприятиях деревни Усть-Барга. Возле своего стенда они предлагают собрать пазлы и увидеть, как выглядела сама деревня, а также, где располагались ее предприятия. Это фабрика, железноделательный завод и вагунайский. Мы хотим, чтобы была создана выставка по набережной, со стендами, с информационными листами, чтобы жители нашего города помнили историю. Гринград – город без мусора. Название еще одного детского проекта. Школьники предлагают задуматься о проблеме раздельного сбора бытовых отходов. Конечная цель проекта – установка специальных емкостей для утилизации батареек, а также разделение существующих контейнеров под разные виды мусора. Там, где нет мусоропровода, есть установленные контейнеры. Их обычно три штуки. И эти три контейнера как раз-таки предназначены для раздельного сбора мусора. В дальнейшем, с разрешения администрации, мы хотим раскрасить эти контейнеры и пометить их тем, что какой-то из них для бумаги, какой-то для стекла, какой-то для металла. Решение другой проблемы предлагает Виктор Теабальт. Заведя собаку, он столкнулся с тем, что в городе нет специальной площадки для выгула питомца и дрессировки. Этот пробел он решил восполнить, придумав и даже воплотив в миниатюре будущую площадку, а также подсчитал, что для реализации проекта ему необходимо около 200 тысяч рублей. Виктор нашел поддержку в лице зеленогорского активиста и организатора экстрим-парка «Золинский» Стаса Леонтьева. С поиском материалов, поставщики материалов, то есть мы с ними обязательно поможем. Физическим трудом соколотить эту площадку, сделать какие-то фигуры, мы тоже обязательно поможем. За время работы форума все 15 проектов нашли сторонников. Дети заключили со взрослыми 41 соглашение. Уровень поддержки разный. Так, группа предпринимателей взялась помочь ученикам 163-й школы в обустройстве парка авиаторов. Пообещали убрать пни с пиленных деревьев, разровнять территорию, установить беседку и несколько скамеек. Проект «Дорожная азбука» поддержали полицейские, помогут обустроить площадку для отработки правил дорожного движения. В Назарове прошло совещание, на котором обсудили вопросы развития зимних видов спорта. В администрации города собрались представители краевых спортивных учреждений и именитые спортсмены. Я анализировал статистику, просто статистику. С 2008-2009 года по сегодняшний день сокращение числа ребятишек, занимающихся лыжными гонками, у нас произошло кратно. То есть, если в 2008-2009 год это было порядка 300 человек, на сегодняшний день это 45 человек. На совещании приняли решение активнее подключать к работе уже действующих тренеров спортивной школы, а также привлечь в город нового специалиста по лыжным видам спорта. Мы на себя приняли обязательство предоставить жилье тренеру, если мы его найдем, классному тренеру, которого мы хотим пригласить в город Назарово для лыжных гонок. Местом работы мы определимся, это будет детская спортивная школа. Тренер должен быть специалистом, профессионалом. Я готов подписать приглашение ему на работу и поручение о подыскании жилья, в принципе, я уже дал. Как мы делаем с докторами, как мы делаем с педагогами. Также подняли вопрос о строительстве лыжероллерной трассы и проведении краевых соревнований на территории Назарова. Кроме того, обсудили совместную работу спортивных и общеобразовательных учреждений города. Будет обучен специалист, ну это в перспективе, будет обучен специалист на территории города Назарово, который будет проводить медико-биологическое тестирование учащихся образовательных школ на предмет соответствия к иному или другому виду спорта. Это все будет научно, обследовано и направлено в определенную секцию. После совещания на территории спортивной школы состоялась встреча с известными спортсменами. Для Назаровских школьников прошла фотосессия и мастер-классы с олимпийской чемпионкой по биатлону Ольгой Медведцевой, серебряным призером чемпионата мира по сноуборду Светланой Балдыковой и Николаем Большаковым, бронзовым призером чемпионата мира по лыжным гонкам. В Шушенском центре детского технического творчества на выставку «Конкурс творческих работ «Я и улица моя» собрались самые юные участники дорожного движения, малыши из детских садов и учащиеся начальных классов в школу номер один. Экспонаты выполнены из различных материалов. Используются и бросовые материалы, и пластилин, и дерево, и нитки, и шпагат. Даже вот зонтик у нас используется на этой выставке. В общем, все, что здесь вы увидите, это все сделано своими руками. Перед малышами выступила агитбригада из первой школы, победительница муниципального турнира по профилактике детского, дорожно-транспортного травматизма и районного конкурса «Я и улица моя». Ребята пели песни и показывали различные дорожные знаки, а также проигрывали ситуации, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Переходить нужно на зеленый цвет и переходить по зебре. А что такое зебра? Это пешеходный переход, где переходят пешеходы. На встрече с ребятами присутствовал инспектор по безопасности дорожного движения лейтенант полиции Иван Кривенков. Он рассказал о необходимости соблюдать дорожные правила, о том, как правильно переходить дорогу, о том, как важно учить подрастающих малышей правилам дорожного движения, чтобы быть спокойными за них. Раз в два года Каннская воспитательная колония принимает гостей, участников макаренковских чтений. Традиция их проведения появилась в 2006 году. Основная задача мероприятия – поиск новых форм психолога-педагогической работы с трудными подростками. Педагогика должна носить не декларативный характер, а прикладной. И этому посвящены, начиная с 2006 года, наши чтения. Сегодня мы воспитываем и должны воспитывать компетентностную личность. А чтобы ее воспитать, вот ответы или ключи к этим вопросам мы находим, конечно, в работах Антона Семеновича Макаренко. Идея проведения макаренковских чтений с международным участием возникла именно в Каннске. На протяжении 14 лет основным является, во-первых, улучшение материально-технической базы Каннской колонии и создание условий для работников и воспитанников. Во-вторых, организация педагогической деятельности. Мне вот, например, всегда не нравилось, что упор делается на некий развлекательный тренд. Почему? Потому что у нас сейчас, видите, вот эти международные инспекции, встроенность международной какие-то конвенции и так далее. Вот там надо условия, условия, условия. Моя точка зрения, что нужно готовить людей к труду. Коллективные мероприятия и труд лежат в основе педагогической системы Макаренко. Она является традиционной для работы с трудными подростками и ее считают наиболее эффективной. На уровне Красноярского края рецидивная преступность среди общего более 50%, то среди несовершеннолетних уровень рецидивной преступности среди ребятишек, которые освободились в воспитательной колонии, это буквально 3-4%. То есть в воспитательную колонию возвращается ежегодно всего от 1 до 2 несовершеннолетних. Школа – это тот маленький мир, где воспитанники колонии проводят большую часть своего времени. Музейный комплекс, литературная гостиная позволяет им не только учиться, но и творить. Любить и без слов поклоняться маме. За то, что в детстве пела песни мне. Дина и рассказала сказки про рыцаря на вороном коне. За руки щедрые на ласке. Участником седьмых чтений стали гости из Мариинска, Новосибирска, Томска, Якутии и других территорий. Они обмениваются опытом и подтверждают факт, что система Макаренко подходит и для работы с детьми в любых образовательных учреждениях. Глиняные свистульки, сделанные своими руками, могут стать замечательным подарком и красивым сувениром. Дети лепят их в виде любимых животных – хомячков, хрюшек и зайчиков. Затем их будут сушить в специальной камере. Потом отшлифуют, распишут и покроют глазурью. Ученики студии гончарного дела при районном детско-юношеском центре села Холмогорска мастерят и другие интересные вещи. При этом говорят, что ремесло легко не дается. Вот эту фигурку, на самом деле, очень трудно и долго делать. Еще потом нужно ждать, пока она засохнет в печи. Нужно ждать, пока она высохнет. Потом ее уже вот так, она готова. Потом фигурки, если есть желание, можно их раскрасить. Руководитель студии Елена Федорова увлеклась гончарным делом пять лет назад. За это время научилась создавать скульптуры, посуду, украшения для интерьера. Открыть для себя массу преимуществ в работе с глиной, решила поделиться знаниями и умениями с односельчанами. Когда начинаешь заниматься уже именно этим, именно лепкой, то очищаются мысли твои, становятся какие-то интересные, какие-то идеи новые приходят в голову. То есть она вот, может сказать, даже как терапия. Вполне, вот есть даже и больные дети, допустим, когда вот лепят что-то руками, да, делают. Помимо того, что они развивают моторику мелкую, они еще и при глине, она имеет такое свойство человека лечить. У глины есть еще одно полезное свойство. Владеющий секретами гончарного мастерства всегда будет обеспечен работой. Недавно обучение в студии прошли шесть человек от центра занятости и получили документы о новой профессии. Сегодня под руководством Елены Михайловны занимаются 23 школьника. Да, детям в руки ремесло. То есть в этом году мы с ними лепим вот такие вот маленькие малые формы. Уже пробовали сосуды небольшие делать, чашечки, плошечки. Пробовали мы с ними делать различные фигурки для украшения интерьера. Вот, разные техники используем. А на следующий год обучения у нас запланирована уже работа на гончарном круге. То есть там дети будут уже непосредственно это ремесло в руки брать. То есть они будут учиться на гончарном круге делать сосуды. Ученики студии кончарного дела выставляли свои работы на краевой выставке «Зимняя планета детства», где заняли призовые места. Сейчас юные ремесленники работают над панно, которое вскоре поедет в Диногорск на выставку «Русь мастеровая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова